Первым шагом к облачному сервису BIM Plus является создание учетной записи на портале Allplan Connect. Allplan Connect – это международный интернет-портал для пользователей Allplan. Здесь можно скачать последнюю версию Allplan и обширную библиотеку BIM-контента, узнать ответы на популярные вопросы, пообщаться с коллегами на профессиональном форуме и многое другое. Эта же учетная запись является единой учетной записью для всех ресурсов и сервисов Allplan, в том числе и для BIM Plus. Для создания единой учетной записи Allplan Connect нажмите кнопку «Еще не зарегистрированы». После того, как откроется форма, заполните обязательные поля регистрационной формы. Итак, у нас есть единая учетная запись, которая создана на Allplan Connect, она же нам подойдет и для BIM Plus. Но полноценно мы BIM Plus пока использовать не можем, потому что нам остался один шаг – создать свою команду. Сейчас я покажу, чему важно пройти этот последний шаг регистрации именно для BIM Plus. Используя единую учетную запись, мы вошли на портал BIM Plus. Перешли на вкладку «Проекты» и видим, что кнопка «Добавить проект» неактивна. Она станет активна лишь после того, как мы создадим свою команду. Выполним последний шаг активации единой учетной записи для работы с BIM Plus. Нажмем кнопку «Создать свою команду». Нам осталось заполнить несложные поля. Это телефон, название компании, должность и почтовый индекс. После отправки формы нажимаем кнопку «Создать AllPlan BIM Plus команду». В следующем окне вы можете ознакомиться со свойствами команды. Название компании «Company» – это же будет адресом и уникальным именем, которое будет использоваться в URL. Объем проектов 2 гигабайта. Максимальное количество проектов – 9999. Максимальное количество членов команды – 9999. Срок действия не ограничен. И далее подсказка. После входа в AllPlan BIM Plus выберите только что созданную команду. Переходим в AllPlan BIM Plus. Далее вкладка «Проекты». Как и ранее мы видим, что кнопка «Добавить проект неактивна», но мы помним рекомендацию выбрать нашу команду. Открываем список и выбираем только что созданную нами команду. Кнопка «Проекты» стала активной. Теперь мы можем добавить наш первый проект. Продолжение следует...